Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами рассмотрели 24, 25, 26 главу, в которой говорится о устройстве скиней. Видели здесь очень много прообразов, которые указывали нам на и Господа Спасителя Иисуса Христа, на Церковь, на Церковь Земную, Церковь Небесную. Также мы даже увидели вопрос, который рассматривался в 26 главе, которая касается так или иначе участи праведников и участи грешников. И 27 глава, она достаточно не так объемна по своему содержанию, как предыдущая, но тем не менее она говорит об алтаре, устройстве алтаря, о скиней, о елее для освящения. И мы с вами видели, что во всех этих образах есть указания на духовную составляющую жизни человека. То, что апостол Павел говорит, что вы храм Духа Святого, живущего в вас. И в этом смысле, как и в прошлых занятиях, так и на сегодняшнем, мы видим, что отцы Церкви усматривали в них, в этих стихах, аллегорический смысл. То есть в стихах об устроении алтаря, древней скине и елее для освящения. И как бы вопрошают нас этим самым, а что является в нашей душе алтарем, что в нашем уме свято. Умеем ли мы отделять святое, чистое от нечистого. В этом весь смысл Ветхого Завета, который является детоводителем ко Христу. Научить увидеть во Христе того самого Мессию, который пришел в этот мир нас ради человека, нашего ради спасения. И научиться человеку уже в этой жизни, имеющему удобопреклонность к греху, отделять чистое от нечистого, зло от добра, страсти от настоящей любви. И прочие добродетели от всего того, что дьявол предлагает нас в своем таком состоянии, желающим человека, как сказано, «Совратить с пути ко спасению», как сказано апостолу Павлу, что дьявол бродит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот, когда мы с вами читаем устройство жертвенника, устройство святилища, это указывает нам, как и нам устраивать в своей душе, и чему отдавать предпочтение, на что обращать внимание, и что, в общем-то, является в конечном итоге для нас алтарем, который является нашим, и жертвенником, которым является наше сердце, что там и кто, вернее, там в нем будет царить. Царю небесный утешит для души истины или какие другие веяния и идеи, которые ничего общего не имеют с божественным откровением и учением Отцов Церкви. Итак, 27 глава, сказано «Сделай жертвенник из дерева сетим». Опять мы видим дерево сетим, которое говорит о том, что оно не гниет, очень имеет такую сохранность. Да, вот я видел это дерево, эти деревья растут, и они могут расти кустарником и древом на святой горе Афон, действительно такие жесткие, вот как пластиковые, из них, если, может быть, кто-то видел, вырезают крестики, такие вот даже нательные, и они достаточно прочные. Сказано «Сделай жертвенник из дерева сетим длиной пять локтей и шириной пять локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною трех локтей». Вот что в этом видел опять святой достопочтенный в этом прообразе «Сделай жертвенник из дерева сетим», цитата. И вот цитата, он говорит, действительно, в храме имелось два жертвенника, означающих два завета церкви. Первый жертвенник всесожжения, сделанный из меди, был расположен перед входом в храм для приношения и заклания жертв, что указывает на плотских служителей Ветхого Завета. Далее был учрежден жертвенник, который золотом возле входа в святой святых для воскурения фимиама, что означает большую глубину совершенства и благодать Нового Завета и служителей. Действительно, тот был жертвенник, если представить себе скиню, она была наподобие в архитектурном плане, как я уже говорил, как и наш православный храм. Этот образ был дан Моисею по образу небесного устройства, был алтарь, был непосредственно храм, был притвор, и далее вот где притвор, здесь всегда был первый жертвенник, на котором пригласили жертвенных животных, их там заколали, а потом уже их кровь вносили во святая святых, и там кропили их кровью. Что всегда кровь жертвенных животных, как мы с вами говорили и ранее, всегда указывала на кровь, очистительную кровь спасителя нашего Господа Иисуса Христа. И далее мы с вами читаем здесь о устройстве скини в 20 и 21 стихе. Здесь сказано о масле для светильника. Масло, что такое елей и что такое мира в православном понимании? Есть такая пословица, что все мы с вами одним миром мазаны. Что оно означает? Это то, что все мы с вами православные христиане, все мы с вами миром мазаны, который преподается нам во святом крещении. А во святом крещении совершаются два таинства. Первое таинство – это таинство в покаянии, когда водное крещение, когда человека крестят во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святаго, три троичным погружением. И после этого преподается миропомазание, печать дара Духа Святаго. Человеку помазается лоб, чтобы человек мог мыслить о Боге. Помазаются глаза, чтобы он мог видеть Бога. Помазаются уста, чтобы он мог исповедовать Христа. Помазаются уши, чтобы он мог слышать. Слышание веры, так и произносит священник. Далее грудь, чтобы в сердце его всегда находился Господь. Руки и ноги, чтобы они творили дела Божие во славу Христа. То, что сказано будет в Нагорном проповеди, как мы уже говорили в прошлых беседах, Господь Иисус Христос говорит, что «Вы свет миру, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Поэтому елей, вернее, лучше сказать, так не просто елей, а освященная мира – это особая благодать Святого Духа. Откуда он берется, многие спросят, и как это так, что он дает какую-то благодать, где его берут? Ну, у нас берут здесь патриархии, и многие люди, насколько я знаю, секретари, они приезжают специально, этот елей варится здесь, в Москве, они приезжают сюда, из разных епархий, посылаются для того, чтобы его взять. Специально читаются соборные молитвы в освящении этого елея. Но опять вот хочу вспомнить, когда я был на Афоне, слышал от монахов, они говорили так, что у них есть еще и до сих пор, они его свято хранят, берут оттуда какую-то маленькую частичку, добавляют в миру помазанность, сохранился тот самый, то самое мира, в которое непосредственно апостолы возложили руки, когда нужно было идти благословить весь мир, и читали над ним молитву, потому что апостолы не могли уже приходить во все концы мира и крестить людей с возложением рук, и они воздели руки в это масло, и вот это масло было у учеников апостолов, которые преподавали святое крещение, как печать дар Дух Святаго. Представляете, до сих пор сохранилось на Афоне то самое масло. Ну, в общем, я не удивлюсь, на Афоне много чего сохранено. Когда я был там, например, я видел то самое золото, вот когда Христос родился, принести золото мира и Смирну и Ладан, то я видел вот эти самые свитки, которые мы принесли как царю, чтобы одеть на шею, и они сохранились на святой горе Афон. Ну, что, в общем-то, говорить, многие из вас это знают, и это пояс Богородицы и многие другие святыни. Итак, масло для светильника, которое было тогда в ветхозаветном храме, оно именно указывало на печать и благодать Святого Духа. Как Дух Святой освещал, как масло, которое горит, лампады, и освещало весь храм, так через святое помазание Дух Святой предполагается, что он будет освещать всю нашу жизнь и впоследствии само слово, так оно звучит, печать Дара Духа Святого. Я вот всегда спрашиваю, а что такое печать? Печать, она часто ставится, если говорить в таком обычном техническом смысле, на каких-либо документах. Вот если на документ нет печати, то это считается документ недействительный. Точно так же человек, не принявший благодать Святого Духа, не светивший своей жизнью в этом мире для того, чтобы прославлять Отца Небесного, он будет как бы бесполезен для Царствия Божия. Святитель Филарет, митрополит Дроздов так и говорил, бесполезный для Царствия земного, бесполезный и для Царствия Божия. Да не будет со всеми нами этого, но прибудет с нами Господь, чтобы всегда озарять наш ум, наши чувства и нашу волю, дабы мы прославили Бога не только Словом, но постарались и своей жизнью.